Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня выпуск будет необычный, он будет без сценария, так сказать, экспромтом. Это из-за того, что сегодня очень важная репетиция и пропускать её нельзя. Это будет генеральный прогон перед записью. Неделю назад на канале вышло видео-обзор на фильм Hard Rock Zombie, и в комментариях меня попросили высказаться по поводу другого фильма, Повелители Хаоса. Фильм про группу Мейхем, Барга Викерниса и, в принципе, про весь остальной чёрный внутренний круг Норвегии. В общем, друзья, сейчас я пойду на репетицию и, походу, поделюсь с вами своим впечатлением по поводу этого фильма. Ну что, давайте начнём видео. Ну что, друзья, по поводу фильма Повелители Хаоса, фильм мне, конечно же, понравился. Я его посмотрел, наверное, пару раз. И, в принципе, вот как в юности, там, лет 15, может быть, 18 назад мы читали интервью про все эти события. И вот как мы себе всё это представляли, примерно так я в этом фильме всё и увидел. Ну, на самом деле, это действительно было очень круто показано. Понятно, что фильм, тем не менее, остаётся художественным. И можно бесконечно спорить по поводу того, что какие факты переврали, какие факты не переврали. А он на репу идёт в ладос. Бомбануло у Варга из-за актёра, который сыграл его. Потому что, ну, Варк же у нас знатый расист, а его сыграл толстый еврей. Поэтому негодование Варга Викерниса можно было понять по поводу этого фильма. Смысл пересказывать уже, наверное, нет. Потому что фильм основан на реальных событиях и показывает те моменты, как, блядь, становилась группа Мэйхом, показывает конфликт Варга Викерниса. И здесь можно только вот обсуждать вот эти, действительно, вот эти моменты. Правдивые они были или неправдивые. Насколько переврали историю или нет. Но, естественно, как только фильм вышел и его посмотрели диванные эксперты, которые держали свечку, блядь, и знают, как всё было на самом деле, тут же понаписали, что здесь было так, здесь было не так. Например, Дэд застрелился патронами, которые ему подарил Варг Викернис. А в фильме показано, что Варг начал тусоваться с Мэйхом уже после смерти Дэда. Поэтому, ну, такие, может быть, какие-то нюансы и вносят определённые неточности. Но, опять же, мы это знаем только из интервью Варга, что это он ему подарил эти патроны. А может, он, блядь, ему и не дарил эти патроны. Хуй его не знает. Так, ну, мы уже практически дошли до репетиции. Будем потихонечку заходить, а там продолжим. Ребят, мы на репе, сорян, здесь недостаточно света, поэтому картинка может быть немножко херовой. Но пока ребята выставляются, кушают и собирают барабаны, можно продолжить разговор по поводу фильма «Повелители хаоса». Не понравилось, честно говоря, что не раскрыли суть чёрного круга, внутреннего чёрного круга Норвегии. Персонажи, которые там показали, тоже показали какими-то дебильными, инфантильными подростками, которые тупо просто бегают, орут, кривляются в этом подвале. Ну, хотя на самом деле, наверное, если так подумать, то такими инфантильными и дебильными подростками они и были. Тоже убийство гомосексуалиста и все остальные вот эти поджоги церквей. Ну, опять же, давайте там как бэткомедиан говорит, типа, мотивация персонажа и с чем это было связано? И на самом деле показали, как будто действительно Варг какой-то тупо гопник, который сидит и иронимуса тупо ловит за язык. Мотивация Варга убить иронимуса. Опять же, сколько там легенд ходило всяких мистификаций и прочего говна, типа, что из-за девушки они поссорились, потом Варг это опроверг, сказал вообще мне, говорит, эти бабы, которые тусовались, были абсолютно неинтересны. Я, говорит, ходил по клубам по ночным, я там цеплял нормальных клёвых тёлочек и их, короче, факал. А все вот эти неформалки, они мне, короче, нахер были не нужны. Ну, по крайней мере, так, что мне вспоминается из интервью Варга. По поводу того, что говорил иронимус, что хотел убить Варга, там, отвезти его в лес, привязать к дереву и пытать, в фильме это тоже было показано, как будто иронимус это говорит, ну, так, чисто сгоряча просто, что он не думает и не планирует это делать, хотя на самом деле мы же не знаем, как это всё выглядело. Может быть, он действительно это планировал, а может быть, это было, как показали в фильме. Ну, не суть важна. Что очень сильно понравилось? Очень сильно понравилось, что попытались восстановить все вот эти вот моменты, когда делали самые эпичные фотографии группы. Это было прям очень круто, там, с Дэдом, фотосессия иронимуса, где он в красном плаще, вот, в Корпс Пейнт весь этот, ну, это было реально круто. Вот все фотографии, на которые мы залипали, там, 15, там, 18, 20 лет назад, и примерно как они создавались, посмотреть, это реально дорогого стоит. Ну, это прям, может быть, такая прям мечта юности была. Окунуться в это, посмотреть, побывать в этом во всём. Опять же, как показали убийства. В принципе, как Варк описывает это в интервью, так всё и показали. Не знаю, что тут ещё можно добавить либо убавить. Ну, наверное, стоит подвести итог и сказать, что фильм действительно очень стоящий, и, конечно же, воспринимать его как какую-то истинную последнюю инстанцию наверняка не стоит, потому что, скорее всего, какие-то художественные находки всё равно были, видение тех ребят, которые писали сценарий. Ну, мне, конечно же, понравилось. Очень понравилось ещё, как показали Хеллхаммера, Атилу. Хоть их и не раскрыли, но персонажей капец, как по каких похожих подобрали чуваков. Просто, ну, офигеть. А вот, допустим, тот же Иеронимус и Варк, ну, как смотрим на фотографии и видим, что нет. Потому что, опять же, вспоминая интервью Варка, когда он говорил о том, что его упрекали, типа, ты убил брата норвежца, брата скандинава, он говорит, нифига, я убил Саама. А Саамы это уграфинские племена, такая маленькая уграфинская такая народность. Я вот этих Саамов помню только по сериалу Викинги, когда там главные персонажи с ними заключали договор, чтобы отхерачить каких-то других викингов. Всё, это всё, что я про Саамов знаю. Ну, и действительно, если мы посмотрим на фотографии, настоящие фотографии Иеронимуса без Корпус Пейнта, то мы увидим, что у него внешность достаточно специфическая, и действительно какие-то монголоидные корни, что ли, присутствуют. Вот эти вот раскосые глаза, как бы, тёмные волосы, ну, такие тёмные, как у Иеронимуса. Ну, в общем, как-то так. Короче, фильм классный, я посмотрел с удовольствием, возможно, когда-нибудь даже буду ещё раз пересматривать его, и всем крайне советую. Ну, всё, а мы начинаем репетировать. В жопу дашь, легал! В жопу дашь, бля! В жопу дашь, бля!